Всем привет! Дятюра дают прогноз на матч пятого тура Ла Лиги Леванте-Реал-Мадрид. Встречаются 13-я и 3-я команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10-очных матчах команды 7 раз играли на обе забьют да и 7 раз на тотал больше. В последних 6-очных матчах у команд полное равновесие по 2 победы поражения ничьи. 4 из 5 последних очных игр на Сьюдат де Валенция прошли на тотал больше, но последняя была на тотал меньше. Как видим, в последних очных матчах ни у одной из команд нет преимущества. Большинство матчей проходят результативно. Статистика команд. Леванте в последних 10-ти своих матчах 6 раз играл на обе забьют да и 6 раз на тотал больше. Леванте в последних 4-х матчах неизменно пропускал. Мадрид в последних 10-ти своих матчах поровну играл на обе забьют да нет и на тотал больше меньше. Мадрид не проигрывает в последних 3-х своих матчах. Как видим, Леванте в последнее время тяготеет к результативным матчам, а вот Реал играет нейтрально. В предыдущем туре Леванте упустил ничью на Рамон Санчес Писхуан. Севилья на последних секундах вырвала победу благодаря точному удару головой Энне Сери. Хозяева ожидаемо владели инициативой, имели несколько хороших моментов и даже забили гол, который рефери отменил по причине нарушения правил. В итоге все разрешилось только на последних минутах матча. Мадрид с большими сложностями обыграл дома Валья Долит. Куртуа и Роберто потащили каждый по нескольку мертвых мячей. Единственный гол был забит в какой-то мере случайно. Жуниор стоял в офсаде, но мяч от ноги защитника отскочил к нему, и Венисиус без проблем пробил точно в угол с линии вратарской. Этот гол и решил судьбу матча. Мадриду не просто дается первое матч нового сезона в Ла Лиге. Команда с трудом реализует те моменты, что создает, а в защите играет далеко не лучшим образом. Спасибо Куртуа, который не единожды спасал свою команду, казалось бы, в безвыходных ситуациях. Леванты очень успешно играют против Реала последние годы. И первые матчи нового сезона показали, что команда Пакалопеса явно не будет болтаться внизу таблицы. В игре против Севильи Леванты очень не повезло. В какой-то мере повторился сценарий матча с Валенцией, когда соперник вырвал победу в концовке поединка. Конечно же, гости идут явными фаворитами на предстающий матч. Учитывая ту невезуху, которую преследуют обе команды в последних играх, когда из кучи выгодных моментов реализуются единицы, на этот раз можно ожидать, что количество перейдет в качество и матч получится забивным. Тем более, что последняя очная игра прошла на 1-0. Из связки ставок тотал больше обе забьют да победа второй команды. Самый высокий коэффициент стоит на обе забьют да 1.65. На победу Реала 1.56, на тотал больше 1.53. Как видим, на все три предлагаемых варианта коэффициенты буки дают достаточно низкие. Если выбирать один вариант из трех, пожалуй, разумно будет остановиться на ставке с самым высоким коэффициентом. Это обе забьют да за 1.65. Обе команды свои предыдущие матчи отыграли на 1-0. В последнее время, как правило, и Леванте, и Реал в свои последующие матчи играют на обе забьют да. По статистике, за последние три сезона Леванте дома играл 60% своих матчей на обе забьют да, а Реал на выезде 63%. Поэтому обе забьют да на этот матч смотрится вполне логично и имеет неплохой коэффициент. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все, дети Юра верят, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.